Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Диана Станкевич. Смотрите сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодежь все понимает, знает. Про что говорили. А также шоу в молодежном парке, ребенок выпал из окна и унесенные ветром. Когда стихнет ветер. Подробный прогноз на выходные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стране 62 444 пациента успешно побороли коронавирус. Ранее COVID-19 подтвердили у 67 808 человек. Лаборатории обработали без малого миллион 300 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. В ведомстве заявили, Беларусь готовится ко второй волне пандемии. Новая вспышка ожидается в ноябре-декабре. Клиники продолжают пополнять запасы необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты. В палатах создают дополнительные точки кислорода. Реконструкция больниц, которые будут оказывать помощь пациентам с COVID-19, идет с опережением. Во время второй волны коронавирусной инфекции перед медиками поставили задачу справиться с силами терапевтических отделений. Секретари первичных профсоюзных организаций города собрались в конференц-зале Краеведческого музея. На встрече выступила председатель Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова. Подробнее Максим Кембель. Защита прав человека труда – главная миссия профсоюзов. Задал о том встрече Татьяна Филимонова. Спикер отдельно остановилась на теме выборов. На втором пленуме Федерации профсоюзов Беларуси участники решили поддержать кандидатов президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Там же определили план взаимодействия с обществом, в частности, работу с коллективами предприятий. Секретари профсоюзных организаций проводят собрания с сотрудниками, слушают ответы, дают обратную связь. Для нас очень важно и слышать позицию наших людей, их проблемы, потому что еженедельно мы эти проблемы также обобщаем и подаем в администрацию президента. Татьяна Филимонова признается, приехала, чтобы услышать коллег и помочь в решении проблем. Встреча прошла в режиме диалога. Слово дали каждому участнику. Встреча была конструктивная, деловая, как вы заметили, длилась почти два часа. Получили ответы на поставленные вопросы. Конечно же, такие встречи, когда обсуждаются проблемы отрасли, нужны, тем более, когда приезжает человек из столицы, когда приезжает лидер нашего профсоюзного движения, работников культуры. Татьяна Филимонова подытожила. Президент поддержал едва ли не все инициативы профсоюзов за последние пять лет. Приседатель Центрального комитета привела в пример новую редакцию Трудового кодекса. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. На Светлогорской седан сбил пьяного пешехода. Авария произошла прошлой ночью. Мужчина шел по краю проезжей части. Девушка на фольксвагене ехала в ту же сторону. Не заметила и задела прохожего. На место происшествия прибыли экипаж ГАИ и карета скорой помощи. Инспекторы выяснили, пострадавший прописан в Бобруйском районе, в поселке Туголица и прогуливался по дороге с повышенным содержанием алкоголя в крови и без фликера. В результате ДТП мужчина получил травмы. Его госпитализировали. Попала под колеса. На Минской лимузин наехал на пешехода. Кадиллак поворачивал с Октябрьской. Женщина переходила дорогу по зебре на зеленый. Водитель авто не успел затормозить и сбил человека. Пострадавшая получила ушибы и ссадины. Помощь медиков не понадобилась. В ГАИ проводят проверку. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Повышение пособий на детей до трех лет. Помощь в строительстве жилья и бесплатное питание в школах. Как государство поддерживает многодетные семьи? Анастасия Шевцова заглянула в гости к одной из них. Семья Ирошевичей на прогулке во дворе. Мама Ирина, 12-летний сын Илья, 7-летний Женя и дочка Вера. Ей три года. Женщина училась на воспитателя. Рассказывает, профессия стала образом жизни. Многодетная мама особое внимание уделяет развитию детей. Записывает на секции и кружки по интересам. Считает своим долгом обучить и поставить чат на ноги. Тем более, когда есть помощь со стороны государства. Детки в школе получают бесплатное питание. Ребенок младший получает 50% питания. Со скидкой в садике. В музыкальной школе детки тоже воспитываются и обучаются бесплатно. Семья Ирошевичей, как и другие многодетные, смогли построить жилье практически за бесценок. Получили субсидию. 95% стоимости погасило государство. Площадь квартиры 56 квадратных метров. Большая прихожая, две комнаты. Родители будут в зале и спальне сделают детскую. Кухня 9 квадратов с выходом на лоджию. Санузел раздельный. 6 января расширили список услуг, на которые можно досрочно потратить материнский капитал. Многодетные семьи могут направить средства на медицинские услуги, улучшение жилищных условий и оплату образования. Начиная с 1 августа 2020 года, мы будем выплачивать по государственной программе материальную помощь для подготовки детей к школе. То есть эта помощь будет составлять 76 рублей 57 копеек на каждого ребенка. Если в семье рождается двойня, то есть двое и более детей одновременно, соответственно, предоставляется няня семье. Потом, значит, данная семья имеет право на бесплатное обеспечение продуктами питания первых двух лет жизни. Отдельное внимание властей детям до трех лет. С 1 августа очередное повышение пособий. Ежемесячная выплата на первенца увеличится до 427 рублей, на второго и последующих до 488. На ребенка-инвалида до 550 рублей. Эти выплаты будут действовать до 31 января. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Представители городских общественных объединений встретились с молодежью. Про что говорили, знает Анастасия Похлестова. Молодежь – фундамент будущего страны. Такое мнение выразили участники встречи. Спикеры отдельно остановились на теме нынешней политической кампании. Представители городских общественных объединений встретились с молодежью. Председатель Бобруйского городского совета ветеранов обратила внимание собравшихся на то, как важно 9 августа сделать правильный выбор. Напомнила, как страна преодолела трудности 90-х. Постановилась экономика, удалось достичь разнообразия рабочих мест и высокого уровня безопасности. Такие встречи между поколением старшим и поколением молодым, они очень важны. Тем более накануне такого большого политического события, как выборы президента нашей республики. Вы знаете, вот говорят, что молодежь политически не заинтересована, политически не подкована. Молодежь все понимает, знает. И просто так ее увести куда-то в сторону будет очень сложно. Участники встречи задали вопросы и высказались на волнующие темы. Сотрудница Белшины Ирина Клочкова также напомнила, сколько в стране сделано за последние годы и отметила, что важно сохранить это. Встреча прошла в такой форме открытого диалога, непринужденной форме. Конечно, хотелось сказать, выразить свое мнение. Молодежь в наше время настолько подвержена всему влиянию интернета, что формируется неправильное мнение. Я считаю, что люди, которые взрослые, совет ветеранов, они должны донести, показать, рассказать молодежи, как это было, чтобы на самом деле они поняли всю ценность того, к чему мы пришли. Открытый диалог состоялся по инициативе Союза молодежи. По словам организаторов, подобные встречи проходили и раньше. Молодежь может активно высказать свое мнение и очень радует, что она сегодня не боится этого делать. И исходя из наших диалогов, таких открытых, мы видим, что на сегодняшний день молодежь все-таки понимает, что она и понимает, и разделяет курс развития нашей страны. Участники встречи также обсудили достижения в развитии города и страны, уровень занятости и безопасности. Предложили создать в Бобруйске высшее учебное заведение. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Минске перенесли запуск третьей ветки метро. В Жлобине ребенок выпал из окна и с 1 августа вырастет бюджет прошиточного минимума. Как это отразится на пособиях? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с головой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран. Предложение по реализации ряда региональных инициатив. Владимир Макей проинформировал иностранного коллегу про подготовку к выборам президента Беларуси. В следующем месяце вырастет бюджет прошиточного минимума. Сумма увеличится до 256 рублей. Этот уровень сохранится до ноября. С 1 августа также изменятся размеры некоторых пособий, минимальных трудовых и социальных пенсий. Открытие третьей линии столичной подземки откладывается. Об этом сообщил главный инженер Минского метрополитена. Сроки сместили в связи с наладкой оборудования. Для обеспечения безопасности эксплуатации необходимо настроить еще 84 системы. По новым планам первые пассажиры смогут воспользоваться Зеленолужской в ноябре. Ранее на третьей линии состоялся технический запуск поезда. Белавия продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа. Полеты в Краснодар и Сочи отложили до 16 числа. Вернуть деньги или заменить дату вылета можно до 30 марта следующего года. В Жлобнии двухлетний малыш упал с третьего этажа. По предварительным данным ребенок был дома с мамой. Когда женщина ненадолго вышла из комнаты, он открыл окно и выпал. Мальчик находится в больнице. Проводится проверка, назначена суд медэкспертиза. Песни, танцы и аквагрим в молодежном парке отметили завершение недели. На импровизированной сцене выступили коллективы Центра доп. образования детей и молодежи «Росквит». А чаровашки зажигали на танцполе. Россы удивляли вокалом. Я впечатлена всеми номерами, которые были сейчас в коллективах. Мне очень нравится. Мне нравится, как лошади катаются. Мне очень нравится. Прекрасно. У меня сейчас вот внучка танцевать будет. Лошади понравились. С самого начала нравится все. Девочки хорошо выступают, умеют. Частенько дочь выступает, поэтому частенько ходим. Для детей работали игровые площадки. Можно было нарисовать на лице аквагрим, поиграть в лазертак. Представление показал иконно-спортивный клуб «Ермак». Сегодня мы решили потанцевать, потому что все-таки у нас лето, у нас праздник. И Первомайский район, как всегда, зажигает. Ну, я думаю, что нашим жителям это понравится. Организаторы пообещали, что подобные активности будут проходить и дальше. В следующую субботу в молодежном парке заработает кинотеатр под открытым небом. Унесенные ветром в Бобруйск заглянул прохладный гость Балтийского моря. И несмотря на то, что порывы буквально сбивали с ног, по факту скорость достигала всего 4 метров в секунду. Весь день было облачно. Максимальная температура достигла 18 градусов выше нуля. Надолго ли тренд Анастасия Шевцова? Прохладная погода сохранится и на выходных. В субботу солнце скроет облака и тучи. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Воздух прогреется до 18-24 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 14. В воскресенье страна окажется в области повышенного атмосферного давления. Второй день августа пройдет под девизом «Хмуро, но без осадков». Незначительно потеплеет до плюс 25. Грузия под натиском проливных дождей. В некоторых районах страны вода повредила дороги, сельскохозяйственные угоди и электросети. Десятки деревень с населением порядка 2000 жителей оказались отрезаны от внешнего мира. В Мумбаи зафиксирован самый дождливый июль за всю историю метеонаблюдений. За 28 дней там выпало полтора метра осадков. Рекорд за последние 76 лет. Из-за дождей в индийской столице рухнул шестиэтажный дом. Погибли 10 человек. Завтра в городе на Березине будет облачно. Осадки прогнозируют во второй половине дня. Ветер северный 5-7 метров в секунду с порывами до 12. Днем воздух прогреется до 21 градуса. Ночью столбик термометра покажет 12 выше нуля. В воскресенье будет сухо, а температура не изменится днем до плюс 21, ночью 13 выше нуля. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!